Здравствуйте, меня зовут Катя. Мы продолжаем знакомить вас с линейкой насосов торговой марки Вихрь. Сегодня я представлю бытовую автоматическую станцию водоснабжения Вихрь АСВ 800 на 24. Автоматическая станция водоснабжения, сокращенно АСВ, предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме загородных домов, коттеджей, дач, ферм и других мест, где нет центрального водоснабжения. Этим она автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включается и выключается по мере расходования воды потребителями. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в диапазоне от 1 до 50 градусов Цельсия, а температура окружающей среды не ниже нуля. Работа устройства в сухую категорически запрещена, так же как и попадание воздуха в обсасывающую магистраль. Благодаря встроенному инжектору АСВ позволяет подавать чистую воду из скважины глубиной до 9 метров. Автоматическая станция водоснабжения состоит из поверхностного насоса, гидроаккумулятора, реле давления и манометра. Входное и выходное отверстие для надежности имеет металлическую резьбу диаметром 1 дюйм. На ножках станции предусмотрены отверстия для крепежа. Встроенный датчик давления обеспечивает автоматическое включение и отключение насоса. Когда давление в баке гидроаккумулятора меньше полутора атмосфер, происходит автоматическое включение станции. Когда давление равно 3 атмосферам, автоматическое отключение подачи воды в бак. В данной модели АСВ 24-литровый гидроаккумулятор, который служит для сбора воды под давлением и сглаживания гидроударов. Гидроудар – это внезапный скачок давления в системе, который может привести к повреждению труб в местах соединений и вызвать протечки. При мощности 800-ваттного двигателя максимальная высота подъема воды 40 метров, а максимальная производительность 60 литров в минуту. В случае нарушения подачи воды либо длительного использования на максимальную нагрузку сработает тепловая защита. Автоматика обесточит насос. Для начала подачи воды с помощью насоса необходимо установить к входному и выходному отверстиям либо трубы, либо штуцеры. На них установим шланги, закрепив их хомутами. К входному шлангу в избежание обратной утечки воды после остановки водозабора нужно установить обратный клапан, а затем опустить в резервуар с чистой водой на расстояние не менее полуметра. Для создания давления к выходному шлангу установим кран. При монтаже насосной станции необходимо убедиться, что в гидроаккумулятор закачан воздух под давлением полторы атмосферы. Для этого нажмем на ниппель на корпусе гидроаккумулятора. Если давление отсутствует, обязательно накачайте воздух с помощью компрессора. Наличие давления будет компенсировать гидроудар. Далее следует заполнить насос и всасывающую магистраль водой через заливное отверстие, открутив пробку на верхней части корпуса. Благодаря этому насос сразу сможет поднять воду с большой глубины. Ну что, проверим автоматическую станцию водоснабжения в работе, подключим ее к сети и нажмем кнопку включения. При открытии крана вода поступает из гидроаккумулятора. Когда давление падает до полутора бар, АСВ начинает работать в режиме насоса. После закрытия крана вода продолжает наполнять гидроаккумулятор и при достижении давления три бара насос отключается. Таким образом, АСВ работает полностью в автономном режиме. Вам остается лишь открыть и закрыть кран. Обратите внимание, что по технике безопасности должно быть установлено устройство защитного отключения номинальным током утечки 30 мА. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, необходимо слить из него остатки воды, открутив пробку, расположенную внизу корпуса. Затем промыть чистой водой и высушить. Следите за нашими выпусками. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok